Музыка Приветствую вас парни Сегодня мы с вами будем обозревать вот такую вот игрушку Вы извините что я в шлеме, я просто только-только из гонок Ребята, сегодня будем с вами смотреть вот такую вот игрушку Которая вышла 27 марта Под названием TT Isle of Man От разработчиков Big Bang Interactive Kiloton Games Которые выпускали игрушку в прошлом году WRC 7 Которую я очень безумно люблю И те кто следит за моими видео Я постоянно провожу онлайн чемпионат именно по этой игре И вот, ребята, сюрприз Вот такой вот будем обозревать мотогонку Которая, ребята, должна стать игрушкой года Именно в жанре мото-гонок Итак, друзья, давайте-ка с вами смотреть, что здесь у нас такое интересное есть Итак, быстрая гонка, атака на время, кардира, обучение Все это я немножко уже проклассал Я уже немного покатался на ней В этой игре И давайте-ка начинать одиночную игру Немножко посмотрим, что здесь у нас интересно есть Знаете, чем уникальна эта игрушка? Дело в том, что здесь все трассы воссозданы по технологии Laser Scan То есть здесь все точь-в-точь воссоздано так, как в реальной жизни То есть все вот эти неровности на дороге Все это чувствуется на геймпаде Поэтому, друзья, игрушка должна быть очень клевой Итак, у нас здесь быстрая гонка Давайте посмотрим, сколько здесь у нас вообще трасс есть Естественно, самое знаменитое это у нас остров Мэн Вокруг какой-то там горы, если я не ошибаюсь Проходит вот эта вот дисциплина Вот эти вот гонки 61 километр А сколько здесь всего у нас спецучастков? Так, так, всего у нас их 10 Ну, давайте, ребят, что-то выберем такое маленькое Потому что это у нас все-таки обзор, а не прохождение Прохождение, кстати, я буду записывать после этого обзора Поэтому, если вы впервые на моем канале, обязательно подписывайтесь И будем проходить Я думаю, игрушка вполне себе интересная И главное, ребят, она на русском языке Что в данный момент это редкость для различных игр Вот прям вот спасибо Келотун Гейнс То, что идут навстречу русско-говорящему населению Итак, ребята, что мы с вами выберем такое? Давайте западный Сосекс 4000 и количество кругов 3 Ну, все-таки давайте мы поставим 2 2 круга, 4 километра Время суток Кстати, здесь можно устанавливать 3 вида суток Это утро, полдень и вечер Ну, мы с вами возьмем, наверное, полдень Так, чтобы все было ясно и красиво И будем смотреть, что у нас здесь такого интересного есть Кстати, здесь есть несколько классов мотоциклов Суперспорт и супербайк Ну, мы выберем, наверное, то, что немножко послабее Суперспорт, пока мы будем привыкать к физике управления Я, конечно, уже покатался, друзья Но, тем не менее, говорят здесь вот разработчики Что они упор делали не только на супер детализацию Именно в этой игре, чтобы все соответствовало реальности Ну, а также физике управления В чем мы сегодня как раз постараемся убедиться Или, во всяком случае, посмотрим, насколько же это все будет достоверным На данный момент Потому как у меня есть опыт езды на мотоцикле И я смогу вам точности сказать То есть, правильно ли здесь ведут мотоциклы или неправильно В общем, берем суперспорт Переходим сюда, кстати, по поводу системных требований Сама игрушка, ребят, не очень требовательна к вашим ресурсам вашего компьютера То есть, она не нагружает процессор Видеокарта вообще там буквально наполовину у меня загружена Те, кому интересна моя конфигурация, ребят В описании под этим видео будет моя конфигурация На чем я гоняю и катаю Поэтому можете немножко сориентироваться Пойдет ли у вас эта игрушка Но у меня выключено все на максимум Поэтому можете даже не переживать Вот давайте в опции зайдем Я вам просто вот покажу Видеокамера, графика Графика у меня все полностью практически выкручена на максимум Давайте вот дополнительные настройки Вот очень высокие Видите, все полностью Все полностью выкручено на максимум Плюс даже та же постобработка Но тем не менее, давайте все-таки переходить к управлению Здесь поддерживается как управление на клавиатуре, так и на геймпаде Но для того, чтобы ощутить весь вот этот вот кайф именно этой игры, ребят Обязательно нужен геймпад Вот тогда вы будете получать вот правильное ощущение от езды Потому как здесь очень клево реализовано Так, подождите, стиль вождения Это нам не нужно Вот старт Нажимаем старт Здесь есть несколько камер Мы можем переключаться между ними во время езды То есть это езда от третьего лица Езда от переднего колеса И, кстати, вот Ну, мы сегодня не будем гоняться именно с нашими соперниками Мне просто вот хочется вам показать Насколько здесь вот Управление мотоциклами Насколько оно сложное Дело в том, что, ну, как бы Если сравнивать ее с конкурентами Именно в жанре мотогонок То, с моей точки зрения Немножко Игрушка не дотягивает до игры RAID 2 Вот чем-то вот здесь управление Больше смахивает на первый RAID Потому как Управление вот в поворотах Здесь немножко вот Ну, так сказать, кривоватое Дело в том, что вот Нету такое, знаете, смещение Камеры Лица И Важно еще Что здесь интересно То, что Когда мы переключаемся Среди Своих камер Вот, допустим, если мы гоняем От третьего лица Именно в этой игре То Стиком Правым Который отвечает за Перемещение камеры То есть вокруг нашего райдера Вокруг нашего мотоциклиста То здесь это не работает Потому как здесь все, в принципе, кнопки на геймпаде Они все Забиндены Под определенные команды То есть смещение веса влево-вправо Тормоза передняя-задняя То есть здесь все На своих местах То есть нету свободных кнопок Чтобы забиндить их на какие-то Нужные другие команды Поэтому здесь, если и крутить камерой можно То только во время Повторного заезда Но, тем не менее, давайте немножко мы вот так вот остановимся Посмотрим На детализацию асфальта Вот асфальт вот здесь вот, ребят Ну вот, действительно, очень клево реализован И, кстати, когда я управляю мотоциклом Своим от Первого лица То даже и от третьего лица То все это чувствуется Отдается вот Вибрация на геймпад Хотел сказать обратная связь Ну, обратной связи на геймпаде нету Но вибрация очень клевая Все чувствуется Когда ты переключаешь передачи Когда Наезжаешь на неровный асфальт Все это отдает И очень приятное такое вот ощущение На самом деле Управлять мотоциклом очень просто Если вы знаете Самоповедение мотоцикла Что очень важно Но, тем не менее Вот в поворотах Вот я не знаю Эффекты Ну, не очень похожи На естественные Но, тем не менее В принципе Игрушка как бы Достойна Даже вот если вот посмотреть Вот такие вот Маленькие детали Давайте мы Подъедем К людишкам Посмотрим Насколько они здесь Хорошо проработаны Ну, в принципе Как Вот давайте Сюда вот так вот Подъедем Есть Статичные модели Которые просто Просто стоят Так сказать Для массовки А есть Некоторые Анимированные Но, в принципе Массовка людей Здесь такая же Как и в WRC7 Но управление В принципе Клевое И знаете Что мне еще Безумно здесь Вот понравилось Это то, что Когда ты едешь На максимальной скорости У тебя Камера Дребежит Это дребежание Конечно Можно в настройках Убрать Вы можете Как увеличить Сложность Так и уменьшить То есть При максимальной Сложности У вас Будут отключены Всевозможные Помощники Но, тем не менее Я не думаю Что В реальности Когда вы Когда вот Те гонщики Которые Участвуют Участвуют В самих Этих гонках Они Я уверен Что у них Технологично Развитые Так сказать Мотоциклы И там Все возможные Помощники Однозначно Работают Однозначно Они включены Я думаю Пренебрегать Этим Я думаю Не стоит Но все таки Ребят Вот что мне нравится Именно В гонках Именно Тики Из Лофмен Это то, что Здесь чувствуется Ребят Вот скорость Вот Это очень Клево Тем более Когда на прямых Участках Ты валишь 250-300 км в час Ребят Вот ощущение Просто Чувствуется Что ты Просто Прижимаешься К асфальту Тебя просто Давит Вот эта Сила Сопротивления Ветра Но тем не менее Она здесь Присутствует И это очень Клево Давайте теперь Мы с вами Посмотрим Режим Повтора Насколько Здесь Это все Хорошо Проработано Здесь Есть Несколько Камер Давайте Включим Повтор Закроем Вот эту Панель Навигации Так И посмотрим Насколько Здесь Повторы Красивые Ну Вы знаете Я бы так Сказал Что Можно было бы Повторы Сделать И лучше Но тем не менее Все равно Вот такие Вот камеры Тиви Камеры Достаточно Очень хорошо Реализованы Я думаю Что вот Камеру Сзади Со спины Ее Можно было бы Убрать Она не столько Кинематографична И Вот Вот эта Вот камера Мне кажется Она Ну Не очень Она таки Визуально Хорошо Воспринимается Именно В Мотосимуляторах Может Это Но Я не вижу В ней Здесь Нужды Но тем не менее Все конечно Очень клево Выглядит Есть Вот Я заметил Что вот Такая Вот Знаете Вытянутая Камера Которая Придает Вот Скорости Это Очень Классно И кстати Что немаловажно Здесь Вот Лобовое Стекло Оно Так же Пачкается Вот Когда ты Едешь Длительное Время Появляются Некоторые Такие Вот Знаете Ну Не Пятна А вот Эти Вот Мошки Может Знаете Там В стекло Попали Вот Эти Вот Следы Такие Вот Маленькие Они Остаются На лобовом Стекле И это Я считаю Очень Клево Потому Ну как Видно Что Разработчики Просто Вдохновлялись Именно Этой Игрой Они Ну Молодцы Они Вот Именно Знаете Так Педантично Подошли Именно К разработке Этой Игры Она Очень Красиво Здесь Локации Меняются Нету Такое Что Вы Знаете Едите По Одной И той Трассе Все Очень Приятно Все Очень Красиво Здесь Вот Качество Текстур Оно Фото Качество Я бы Вот так Вот Это Все Назвал И Да Безумно Клевая Игрушка Однозначно Можно Сказать Что Это Одна Из Лучших Игр Мотогонок Этого Года Безумно Классно Мы Будем Обязательно Проходить На моем Канале Естественно От первого Лица Поэтому Сегодня Я запилю Этот Обзор И Сразу Буду Приступать К Первой Серии Прохождения Карьеры Этой Гонки Прям Вот Не знаю Классно Любителям Мотогонок Ребят Я Однозначно Рекомендую Эту Игрушку И Кстати Ребят Я Вам Не Сказал Напишите Пожалуйста Как Вам Мой Виртуальный Кокпит Мой Виртуальный Мотик Так Сказать Который Вы Видите В левом Углу Ну Классно Классно Очень Классно Анимации Еще Я Вам Знаете Что Не Сказал Это То Что Здесь Очень Безумно Клево Проработаны Падения С мотоцикла Вот Сейчас Вот У нас Закончится Именно Закончится Заезд В повторе И Я Еще раз Запущу Заезд Только Уже На другой Трассе И покажу Как Здесь Вообще Реализовано Падение Тоже Безумно Клево Меняется Разный Ракурс Разный Ракурс Камер То есть Может Камера Быть Сзади Может Камера Быть Спереди Может Камера Быть Сбоку И Вот Реально Очень Реалистично Сделаны Здесь Падения Прям Вот Классно Так Ладно Давайте Ка Ребят Нажимать Продолжить Потом Как Я не хочу Делать Знаете Такой Получасовый Обзор Именно На эту Игрушку Но Он Действительно Клевый Давайте Мы Трассу Какую-то Другую Выберем Ну Вот Допустим Склон Холма Уэс Мне Вот Чем-то Уэс Напоминает Дисциплину Ралли Вот Почему-то Она Мне Запомнилась Ребят Вот Именно С игры Дёрт Ралли И WRC7 Вот Уэс У меня Именно С этим Сочетается Давайте Выберем На данный Момент Вечер И Один Кружочек Я думаю Вполне Достаточно Мы С вами Я вам Покажу Сейчас Именно Падение Именно Как Здесь Они Реализованы В этой Игре Но Согласитесь Очень Клево Вообще Вот Игруха Настолько Она Красивая Движок Здесь Один И тот же Такой же Как И В WRC7 Поэтому Ребята Те Кто Смотрели Мои Прохождения Именно По этой Игре Вот Здесь Точно Такой Же Движок Возможно Он Даже Немножко Модифицирован И Некоторые Здесь Детали Настолько Клево Проработаны Что Просто В одно Это Видео Вам Это Все Не Вместишь Так Ну Давайте Проедем Это Мы С вами Вечер Время Суток Вечер Здесь Можно Врезаться Кстати В наших Соперников Вот Видите Врезались У нас Камера Так Немножко Задрожала И Я считаю Это Очень Клево Безумно Весело Вот Сейчас Мы Все Смотрите Как падение Клево Реализованы Согласитесь Да Ребят Прям Вот Классно Вот Кайфую Однозначно Это Лучшая Мотогонка 2018 Семнадцатого Года Могу Смело Рекомендовать Ее Всем Фанатам Клево Очень Клево Так Ну Здесь У нас Падение Почему-то Не сработало Не знаю Почему Но Давайте Немножко Мы Сейчас Проедем Возможно Немножко Заходить В повороты Ну Сейчас Давайте Давайте Вот Вырежимся Вот Сюда Вот Камера Именно Спереди Была Дальше Все Вот Эти Вот Тени В лесах Прям Вот Классно Очень Безумно Клево Мне вот Интересно Здесь Можно Как-то Ушатать Мотоцикл Или Наверное Нет Наверное Скорее Всего Что Нет А Хотя Было Бы Классно Если Можно Было Там Допустим Ваш Мотоцикл Вышел Из Строя И Дальше Ты Гонку Не Смог Б Продолжать Хотя Может На Какой-то Тяжелой Сложности Это Можно Реализовать Я В принципе Еще Так Запустил Вот Буквально Это Наверное Третий Раз Вот 303 Км В час Ребят Все И Вылетел За Пределы В общем Очень Клево Вот Знаете Друзья Что Мне Не Нравится Именно В Этой Игре Это Когда Мы Едем От Третьего Лица Вот Правым Стиком Если Крутить Вот Нельзя Покрутить Именно Нашего Мотоциклиста С разных Сторон Даже Если Он Остановится Тем Не менее Нельзя Нельзя Никак Покрутить Потому Как Все Клавиши Отвечать За Какие Определенные Функции Ну В общем Ребят Давайте Возвращаться В главное Меню Я думаю На этом Такой Мини Обзор У меня Был Я думаю Вложились Мы в 15 Минут Этого Вполне Себе Достаточно Ждите Обязательно Прохождение На моем Канале Именно Этой Гонки ТТ Ис Оф Мен Мы с вами Будем Проходить А я Надеюсь На то Что Поставьте Лайк Под этим Видео И Ждите Новых Моих Видео И стримов С вами был Себзира И до Скорых Встреч Пока